Ставлю на место хомут на верхней патрубе. Достаю фильтр. Фильтр новый оригинальный 31726 1XEN 0A. Фильтр надеваю патрубок в верхней патрубе на место. Одеваю хомут. Сразу второй патрубок одену. Наживляю. И прикручиваю фильтр. Сразу надену этот шланг на место. Ну и все, можно закрывать здесь сбоку. Нам уже здесь ничего делать не нужно будет. А так сейчас откручиваю и снимаю поддон. Пробочку закручу, чтобы не капало. Вот так. Вот так. Молочи. Молочи. Все, откручиваю все по периметру. Все, остался один болт. В поддоне еще остается вот столько масла. Насколько находится выше сливная пробка. Поддон чистый. Либо коробку вообще не насиловали, либо уже она снималась и мылась. Но ежик на магнитах маленечко есть, но поддон в идеальном состоянии. Немножко смою. Фильтр темненький. Я его снимаю, тоже помою. Все болты по периметру открутил от фильтра. Снял фильтр, под фильтром еще масло выбежало. Ну и вот, про что я говорил. Фильтр металлический. Легко моется, продувается и ставится на место. Снимаю старую прокладку. Прокладка ставится без герметика. Она идет профилированная, с покрытием. Обжимается хорошо. Затягивается 9 Нм. Все, фильтр промыл, продул. Теперь устанавливаем его на место. Наживляем. И протягиваем. Протягиваем, как я и говорил, 9 Нм. Наживляю все болты, а подтяну уже ключом. Болты я все подтянул. Поставил динамо на 9 Нм. И подтягиваю. Фильтр я протянул. Теперь достаю оригинальную прокладку. Номер ее 313971XE0A. Вот такая прокладка заклеена. Поддон я помыл. Обезжирил. Сейчас обезжирю на коробке. Обезжириваю обычным обезжиривателем. В принципе тут не на герметик садиться будет. Но все равно, чтобы вот эти масляные подтеки убрать. Хотя местами они появятся. Беру два болта. На них ставлю прокладку. И уже с болтами как бы немножко центруем. Есть направляющие на коробке. Заводим на направляющие и наживляем. Наживляю все болты. Все, все болты я наживлю. Теперь немножко их подтягиваем. Друг напротив друга. Ну а теперь можно по кругу пройтись. Подтянул. Беру динамо. Также 9 Нм. И дотягиваю болты. Щелкает. Тихо я только в руке чувствую. Надо другой ключ купить. Протягиваю. Поддон я протянул. Беру очиститель карбюратора. И смываю подтеки. Где они у меня есть. Масляные. Великолепные. И смываю. Город. Использую. Великолепный. Использую. Город. КОНЕЦ 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 Все. Снизу я закончил. Здесь у нас все чистенько. Теперь ставлю на место воздухозаборник на охлаждение. Затягиваю его. Воздухозаборник затянул. Ставлю на место пыльник. КОНЕЦ 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 Все, напустил автомобиль Вставил колесо Вливаю вторую канистру масла полностью, пятерку, учитывая то, что я снимал фильтр. Учитывая то, что я снимал фильтр, вытекло больше масла. Если вдруг даже я перелью лишка, я его откачаю. Посмотрю, перелить не должен. Ну а теперь запускаю двигатель. Воронку можно сразу снять. Всё, пусть прогревает. Заодно посмотрю под автомобилем, все сухо, подпеков нет, ну, избежать потери масла. Пока холодный, проверю масло, сколько на холодный. А вот масло на холодную, самый-самый кончик, даже на холодную уже видно, что масло надо добавлять. Субтитры сделал DimaTorzok Длил примерно пол-литра. На холодную по нижней метке. Вот так и оставляем на холодную. Разогревается, пускаем, и проверим, какой уровень у нас будет на горячем. Температура коробки 35-37 градусов в час. По середине заштрихованного сектора. Ну и состояние масла. Чистенькое, новенькое масло. На этом все, замену масла в вариаторе масляного фильтра я закончу. Всего вам доброго.